Девушки отдыхают Не обижайся на меня, ладно? Будь счастлива. Спасибо за вечность с тобой. Спасибо за веру в любовь. Спасибо за свет, за всё, что есть у меня. Спасибо, что плачу. Я знаю, что значу. Спасибо за то, что ты есть. Вы кто? Здравствуйте, меня Гриша зовут. Чего смешного? Ничего. Это просто моё любимое имя. Как звали самого важного мужчину в моей жизни? Мужа? Жениха? Моего дедушку. А вы мамина подруга, она право сарассказывала. Вас Ляля зовут, да? Больше нет. Меня теперь зовут Катерина Гробова. Я Катя. Ну, очень приятно. Ты пей, пей. Клювом не щёлкай, бери вон бутерброд. Фрукты бери, ешь. Ну что, мы скоро поедем? Не знаю, Гриша придёт и поедем. А куда мы потом поедем? Ой, куда мы только не едем. Сейчас сезон чёса начнётся. Что такое чёс? Весной и летом артисты едут на юг, по курортам, по всем большим городам. Мы ведь тоже артисты, чтоб ты знала. Не балаган какой-то. Балаган, не балаган, но и не крупные артисты. Там сейчас сезон. Летом, знаешь, какая конкуренция? Ужас. Вся эстрада, он едет на курортах работать. Поэтому мы пораньше, перед сезоном, будем выступать для местных и для ранних туристов. Но мы не бедные родственники. У нас и уровень, и репутация тоже есть. Может, мы в Молдове выступали, и в Румынии. А вот Шуркин Гришко, он даже по заграницам концерты даёт. Мы тоже поедем за границей? Тебе тут что ли плохо? Извините. Да ты не извиняйся, есть давай. Спасибо вам большое, что вы взяли меня с собой. Только вот я не хочу просто так ваш хлеб есть. Может, у вас найдётся какая-то работа для меня? А что ты умеешь? Всё. Ну, почти всё. А-а-а! Ну, у нас костюмерша замуж вышла. В столице осталось жить. Так что можешь заняться костюмами, реквизитом. Спасибо вам. Рано благодарить. Так давай, доедай и за работу. Спасибо. Скоро поедем. А что за спешка? Куда ты собралась? Ты меня в планы посвятить не хочешь? Тебя эти планы не касаются. А, с каких-то пор? И что за секреты от мужа? Ну, что? Я привлёк твоё внимание. Это... Это из-за него? Да! А? Ты же знаешь, что... Он тебя не любит, а? Ты... Ты свою жизнь разрушишь. И мою за компанию. Ну, вот зачем эта цирка, а? Ну, ведь парню-то... Парню-то совсем не ты нужна. Моей любви хватит на двоих. А-а-а! КОНЕЦ Поскольку Сергей Сверидов признан невменяемым, то его освобождают от уголовного преследования. Что? Забирайте своего подзащитного и идите отсюда. Оба! Да вы не переживайте, повезет с кем-нибудь другим. Надеюсь, что кто-нибудь другой не будет настолько хитро сделанным. Справки они покупают. Таким не место в цивилизованном мире. Коррупционеры украинские. С вами никакой Интерпол не справится. Спасибо. Пойдем. Смотри, хорошенько все запоминай, потому что перед концертом нужно будет очень быстро все готовить. А это зачем? Буду все записывать, вести учет. Молодец. Раньше такого не было, вечно все терялось. А это одежда для выступлений, да? Ну и для выступлений и так, обычная. Так может быть, повседневную одежду укласть отдельно от той, которая для сцены? Ну, чтобы путаницы не было. Можно, конечно. А что, мужское и женское тоже вместе? Ну да. Ну ящик-то вместо шкафа и то один. А что, если мы будем мужскую складывать в один ящик, женскую в другой, а в той, что побольше, одежда для сцены? Бойкая ты! Хорошей хозяйкой будешь. Свежий воздух. Пойдемте. Вас там ждут. Привет. Сережа. Принимаете? В целости и сохранности, как договаривались. Спасибо. Спасибо вам большое. Больше не попадайтесь. Будем стараться. Ну как ты? Как ты себя чувствуешь? Замечательно. Спасибо тебе за адвоката. За все спасибо. Что ты, я, я все для тебя сделаю. Ты очень дорога для меня. Ты и так сделала больше, чем я мог рассчитывать. Так что... Куда дальше поедем? Чего ты хочешь? Хочу помыться. Побриться, подстричься. И мы спаться. Ну отличный план. Пошли тогда в машину. Пошли. Пошли. Сережа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нравится? Очень. Давно не слышала о такой музыке. Я подумала, что это кто-то другой играет. Казалось, наверное. Какой-то другой человек? Неважно. Хочу его забыть. Почему? Он на гитаре играл слишком хорошо или слишком плохо? Самый подлый человек на свете. Предатель. Прости его. Тогда я забыть легче будет. Я тут твою рубашку заштопала. Теперь как новая. Спасибо. Теперь тут все знают. У Кати золотые руки. За что не возьмется, все оживает. Вот так говорят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наташа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наташа, не надо. Почему? Ты знаешь. Но я нет здесь. Сейчас здесь я. Мы с тобой столько пережили вместе. Мы по-настоящему сблизились. Ладно, ты прав. Извини. Может, потанцуем? На прощание. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он недавно умер. Когда он пел, у меня сразу настроение поднималось. Забывались все беды. Теперь все в прошлом. Прости, Катя. Да ничего, все хорошо. Это хорошее воспоминание. Самое лучшее. Наташа, спасибо, но я не могу. Наташа, спасибо, но я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Алло. Да, алло. Алло. Кто это? Маша, это... Это Сергей. Хорошо, хорошо, я думаю, что послезавтра уже буду дома. Все, пока. Плохие новости? Да. Мне срочно нужно уезжать. Это Сергей? Да? Он возвращается, да? Похоже на то. Ну, и что будем делать, когда он вернется? Говорить правду. Что значит правду? Ты что, шутишь? Успокойся. Расскажи ему, что когда он уехал, Ляля вернулась к своей прежней жизни. Наперстки, гулянки, потом торговля наркотиками, забеременела непонятно от кого, потом попала в тюрьму, в итоге из-за Ляли погибли ее старики, ворон, а мой муж стал инвалидом. Столько несчастья. Бедный наш Сережа. Подожди. А почему ты решила, что он тебе поверит? А если пойдет по людям, начнет спрашивать, что тогда? И кто что ему расскажет, а? Да никто в привольном толком правды не знает. А кто догадывается, не рискнет. А Ляля сюда больше никогда не вернется. После того, как ты перегрозил. Между прочим, будет тебе работа. Поговори со своими людьми, чтобы молчали. А если что, напомни, из чьего бизнеса живет весь поселок. Обязательно поговорю. Ну и ты постарайся сделать так, чтобы твой пасынок не задержался здесь надолго. Не нужны нам эти проблемы. Пусть как приехал, так и уедет. Давай я помогу тебе с чемоданом. Наташ, я в состоянии сам нанести свои вещи. Может, я все-таки поеду с тобой? Пока ты будешь регистрироваться на рейс, я тихонько постою в сторонке. Наташ. Ты уверен? Уверен. Пора, мне нужно идти. Все равно я никогда не перестану тебя любить. Наташ, я думаю, что вряд ли мы с тобой еще куда-нибудь встретимся. Прощай. Ничего, я подожду. Сереженька. Моя милая Ляля. Какая тюрьма? Это какое-то недоразумение. Еще несколько часов, и я прилечу домой. Я найду тебя, и наконец-то смогу обнять. Сколько всего произошло с нами за это время. Не передать словами. Надеюсь, что ты все-таки ждешь меня. Где бы ты ни была. Главное, моя милая Ляля, что теперь все трудности остались позади. Еще чуть-чуть, и мы будем вместе. Навсегда. Увидин, не успокойся. Ну, хватит. Господи, ну, пожалуйста. Слава Богу. Маленькая, как вы. Все, все, мы молодцы. А все, мы хорошие, мы хорошие мальчики. Альтин Степан, ну почему, когда вы его берете на руки, он сразу успокаивается? Просто я его очень люблю, он, наверное, это чувствует. Тихо, 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 тихо. Вы хотите сказать, что я не люблю своего сына? Нет, что вы, нет, конечно, нет. Просто маленький ребенок, и ты всегда очень много заботы. Тихо, 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 мы икаем, мы икаем. А вы очень устаете, Мария Алексеевна. И Иван Ильич, и вся агрофирма, и бизнес, и маленький ребенок, все же на ваших плечах. Тихо, тихо, тихо. Не говорите. Да, такой моральный удар, такая моральная нагрузка. Я сегодня тоже заберу Андрюшка к тебе. Вам нужно отдохнуть, вам нужно набраться сил. Лучше вы все останетесь со мной. Мария Алексеевна, ну вы же не кормите ребенка грудью. А попозже я приготовлю Андрюшу молочную смесь и покормлю. Да, 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 тихо, тихо, тихо. Ромир пришел, я заберу маленького к себе. Ты чего с утра припелся у всех на виду? Ну я же соскучился. Покажи мне сына. Он спит. Все, Ромир, иди. Ты что, не понимаешь? Нам не нужны разговоры. И Сергей на днях приедет. Ну и что? Все, иди, Ромир. Стой, стой, стой. Скажи мне одно слово. Ты меня любишь? Конечно. Копия Ивана Ильича. Мне кажется, еще рано судить. Он совсем маленький. Ничего не рано. Я тут ясно вижу, вылитый Иван Ильич. Мне кажется, она с Сережей больше похожа. Вот черты такие же нежные. Настоящий Сверидов. Их порода ни с чем не спутаешь. Жаль только, что Мария его не любит. Нет, я не осуждаю. Это просто, это просто видно. Ну да. Такое бывает первые роды. Материнский инстинкт не проснулся еще. Надо подождать, когда проснется. Надо бы ей сказать, чтобы покрестила маленького и побыстрее. Да, вот это обязательно надо. Варя, жена нашего бывшего завклада. Так когда родила, то же самое было. Плакала, на ребенка смотреть не могла. Даже кормить снахи отдала. А как окрестила, так совсем другое отношение к малышу началось. Надо. Ну что, маленький. Здравствуйте. Здравствуйте, вы красавицы. Что-то, Варамир Петрович, только веселый с утра. А потому что утро замечательное. Как мух. Ты вообще видела его трезвым и приятным веселым когда-нибудь, а? Да. Слушай, бедный Иван, бедный Иван. Привет, Пухраин. Привет. Погадаешь мне? На что? На дому сердца. Ах. Миладжа. Давай. Подснимай левой рукой к сердцу. Угу. Теперь гадать будем. Ну чего так долго? Ждем, когда карта твоя выпадет. И карта дама твоего сердца. А я кто? Ты. Ты трефовый король. А любовь твоя червовая дама. О, смотри-ка, ты выпал. Да. А вот и дама твоя. Угу. Карта плохое, говорят. Под возлюбленной ждет тебя верная смерть. Врешь. Рамир, ну я прошу тебя, ну расстанься ты с ней, пока не поздно. Иди ты к черту. Очень жгучие, очень страстные и прекрасные, вы сгубили меня. Очень страстные. Очень страстные, унесли навек мое счастье. Очень черные, очень черные, очень жгучие, очень страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас. Я в недобрый час. Тебе понравилось? Очень. Ты играл так, что у меня аж мурашки по коже. Я играл для тебя. У меня утюг включен. Машенька. Зачем ты украла у меня ребенка? Теперь я буду не жест. Мой ребеночек будет несчастен. И ты будешь несчастен. Он не твой, и ты не любишь его. Люли-люли-люлюшки, прилетели гулюшки. Стали гули-гуливать, стал мой милый засып. Это я, Ванитина Степановна. Ну, как он? Пытаемся уснуть. Мой сладкий. Спасибо вам. Я его к себе заберу. Пытаемся уснуть. Пытаемся уснуть. Мой сын. Так, тщ-щ-щ. Тщ-щ-щ. Ну, мой хороший. Идем, пойдем, Андрюшенька. Ты, мой сладкий, баю-баюшки, баю, Не ложись, однако, даю. Ты, мой хороший, придет серенький волчок И ухватит лутёк. Почему я к тебе ничего не чувствую? Да, тебя родила не я. Но ведь не та мать, что ты родила. Ты мне чужой. Ты внук моего мужа. Ну, почему я совсем к тебе не чувствую никакой любви? Папа. Ты что здесь делаешь? Смотрю и завидую. Счастливые люди. У них есть семья, дом, дети. Так а в чем проблема? Ты молодая, красивая. К счастью не сможет обойти тебя стороной. Пока только беда ходит за мной по пятам. У тебя судьба такая, стать счастливой. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Пойдем, поздно уже. Катя, ты больше не ходи ночью одна по незнакомому городу. Это опасно. Спасибо тебе за заботу и за теплую шаль. Спокойной ночи. И тебе. Хороших снов. Лера. 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 Извините, обознался. Петь. Петя, привет. Я занят. Петь, это я, Серега Свиридов. Помнишь меня? Конечно, помню. А кто ты? Я сын Ивана Ильича. Муж Ляли Рюбиновой. А хоть внучатый племянник. Пойдем, Дуня. Ты на свадьбу мне мою гитару подарил. Было такое? Было. Но гитару не брал. Так ладно, ты Ляли увидел? Что с ней? Гитару не брал. Гитару семиструнную. Петя, Петя, где Ляли? Ты вообще слышишь, что я спрашиваю? Я занят. Алло. Пассажир прибыл? Прибыл только что. Прослежу за каждым шагом. Молодец. Не высовывайся. Но держи все под контролем. И помни, главное, уберечь наш бизнес. Чтобы к теплицам Свиридов и близко не подошел. Не переживайте. Мне цыганское чутье подсказывает, что этот сопляк ненадолго при вольном. хорошо. Родные мои, как же рад я вас всех видеть. Хорошо, что ты вернулся, Серёжа. Мы все тебя учили в том. Здравствуй. Давно не виделись. Знакомься. Это Андрюшина. Наша с Ванечкой сын и твой брат. Тихо, тихо, тихо. Какой большой. Уже и зубы есть, да? Я твой старший брат. А вы объясните мне, как так получилось, что Ляля в тюрьму попала? Серёженька, давай пройдём в дом. Это тебе. Я хотел пригласить тебя прогуляться вдвоём после выступления, если ты не против, конечно. Я не знаю. Ну, до вечера ещё далеко, есть время подумать. Да? Хорошо. Спасибо за цветы, очень красивые. Только вот у меня вазы нет. А, так это не проблема. Сейчас. Всё, теперь это ваза. Спасибо. Поставлю в фургоне. Сразу уйдет не станет. Так что, до вечера? Хорошо, я согласна. До вечера. Маша. Маша, это бред какой-то. Какие наркотики? Какое отношение Ляля может иметь к наркотикам? Мне очень жаль, Серёж. Мы сами были в шоке, когда узнали. Но ведь наркотики появились не сразу. Насколько я понимаю, сначала Ляля транжирила эти деньги, что ей и тебя достались. Так он не мог же её оставить без средств. Само собой. Ты же порядочный человек. В общем, гуляла с кем попала. Шадалась по посёлку сутками напролёт. Забеременела непонятно от кого. Все-все пытались на неё повлиять. И мы, её дедушка с бабушкой, и даже Горан Бойкович. А Ляля отвечала всем, что она уже взрослая, замужняя женщина и сама разберётся. Связи с тобой не было. Вот она и отбилась от рук. Господи, это я виноват. Я виноват. Не нужно было мне никуда уезжать. Серёж, ну не вини себя. Ну, натура у Ляли такая цыганская. Нет, нет, это я Ляли уросил. Я думал, что писем будет достаточно. Письма твоя она получала исправно. Деньги все растратила. Я не знаю, как в привольно можно промотать такую сумму. Но у Ляли получилось. Вот, видимо, тогда и появились наркотики. А потом она в тюрьму попала. Нет, Маша, это, 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 это всё неправда. Ляля, Ляля, она не такая. Ляля, Ляля, она дом старика мечтала построить новый. Она каждую свободную копейку откладывала. Я об этом не знаю. Так, а где она сейчас? Где её ребёнок? Она его не выносила. Преждевременные роды, да ещё и в тюрьме, сам понимаешь. Потом мы её выпустили, попала под какую-то амнистию. Мы её ждали, ждали, но, увы. Кошмар. Я сочувствую тебе. Серёж, мне тяжело такое принять. Но, поверь, всё, что ты сейчас услышал, чистая правда. Ты сам лично, если захочешь, можешь во всём убедиться. Весь посёлок подтвердит. Вот я в твоём возрасте была такая же красавица, как и ты. Ты, наверное, ещё красивее была. Вообще, да, наверное, и красивее было. Сколько у меня было поклонников. Какие букеты дарили. Да. И где они все сейчас? Засохли все букеты. Если бы я могла вернуться назад, я бы училась, я бы получила новую профессию. Я бы варила мужу борщи, а не скиталась бы, как перекати-поль. Давай. Молодец. Спасибо. Пойдём гулять. Пойдём. Пошли. Пошли. Папа, ты меня слышишь? Скажи мне, что произошло? Неужели всё, что... Всё это правда, а? Скажи мне. Ты меня не слышишь? Не слышишь. Сужели всё, что... Всё, что Маша рассказала, а-ля-ля правда, а? А, пап? Ты слышишь меня? Ну, дай мне знак какой-нибудь. Дай знак, пожалуйста. Прости. Борь oke. Что. Что-то. Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Я отдал тебе все На щеках испарилась вода Все, что имел, в тот момент я отдал И осталась лишь соль Я отдал тебе все Все, что ты не смогла унести Все, что ты сумела простить Но забыла сказать или забыла забыть Я отдал тебе все Знаешь, больше всего на свете мне хочется Перестать жить в прошлом Мне кажется, для того, чтобы перестать жить в прошлом Нужно понять, что его нельзя стереть или изменить И что дальше? Дальше? Для того, чтобы победить И забыть о прошлом Нужно захотеть чего-то очень-очень сильно в будущем Я тебя не понимаю Я бы мог помочь тебе захотеть Как? 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Да, вот, подарили. Ну, а почему в самоваре? Не знаю, наверное, мода такая. Мне кажется, у нас тут намечается свадьба. Ммм, замечательно. И кто же счастливчики? Твой Гриша и Катя. И где они сейчас? Не знаю. Твой Гриша пригласил Катю на свидание. Да любит он ее, что тут непонятно. Катя, послушай. Я люблю тебя. Ты шутишь, да? Не надо так шутить. Катя, мы оба цыгане. Мы понимаем друг друга. Мы хотим одного и того же. Мы будем счастливы, понимаешь? Это будет будущее, в котором ты снова захочешь стать счастливой. Перестанешь завидовать чужому дому, чужим семьям, чужим детям. Выходи за меня. Выходи за меня, и у тебя будет свой дом, своя семья и свои дети. Ну, Катя. Я думаю. Соглашайся. А я, пожалуй, соглашусь. Играй. Спасибо. Спасибо. Спасибо.